Продолжение следует... 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 В начале я хотел бы все-таки с благодарности тоже. Мы выражаем большое спасибо области за то, что нас не бросили. Когда многие считали, что уже, так будем говорить, наше предприятие закончило свою деятельность, все верили, что оно в любом случае будет работать и будет восстановлено. Мы благодарим за то, что выражаем спасибо за то, что все-таки мы смогли победить африканскую чуму. Ну и, естественно, я хочу сказать, тоже благодарим за то, что мы не остались одни. Мы всегда чувствовали поддержку и понимание. Спасибо. Понимаю, Федор Григорьевич очень переживает, нервничает, потому что для него, конечно, события, которые происходили... Владимир Сергеевич, здесь собрались люди, работники Лазаревского. Каждый из них хочет задать вам тоже свой вопрос. Любовь Александровна Токарева. Работе на Лазаревском она посвятила больше 30 лет. Любовь Александровна, подходите, и у вас сейчас есть возможность задать вопрос губернатору, о чем бы вы хотели спросить Владимира Груздева. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Вы всегда говорите, что нужно увеличивать объем производства по молоку, по мясу. Ну как это сделать? Мы работали. Сейчас мы не можем разводить свиней, так как на нашем предприятии карантин. Мы бы рады выполнять все. Ну как это сделать? И нам нужна помощь. Какую помощь вы нам окажете? Ну это правильно, прилагательный вопрос на самом деле. Любовь Александровна его волнует, когда предприятие выйдет вновь и начнет работать на полную мощность. Действительно, предприятие оказалось в очень непростой ситуации. Мало из предприятий, кто возвращается к нормальной работе, потому что вспышка африканской чумы, свиней, это был самый крупный случай за всю постсоветскую Россию. Действительно, почти 60 тысяч поголовья скота погибло. И для нас, конечно, это был очень непростой период. Хочу поблагодарить Федора Григорьевича. Он человек мужественный и не растерялся. И мы вместе с ним тот план действий, который наметили, очень четко выполняли. Действительно, карантин есть, но когда-то заканчивается карантин. Он через полгода уже закончится. Мы с Федором Григорьевичем вели переговоры о том, что из правительства области, из тульского бюджета будет оказана дополнительная мера поддержки, именно Лазаревскому, по восстановлению поголовья. Мы договорились о том, что уже в этом году начнем вести подготовку для того, чтобы в ближайшее время в Лазаревском у нас снова появились свиньи. Мы планируем увеличить поголовье по, сегодня у нас отсутствует полностью поголовье, до 40 тысяч голов. Это вот тот план, который есть, и соответствующую поддержку правительство Тульской области полностью предприятию Лазаревскому окажет. Сергей, мы ждем от вас второй вопрос. Владимир Сергеевич, еще один вопрос от сотрудников предприятия Лазаревская. Лидия Васильевна Петрова, тоже один из самых заслуженных работников этого предприятия. У нее также есть к вам вопрос. О чем бы вы хотели спросить губернатора? Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Поддержка, деньги, все это очень хорошо для развития сельского хозяйства, но работать некому. Молодежь не хочет работать на селе, потому что даже нет возможности сейчас отдохнуть. У меня к вам вопрос. Что сейчас делается для организации досуга молодежи на селе? Спасибо за вопрос, Лидия Васильевна. На самом деле действительно хорошо, что начинают появляться вопросы досуга. Потому что если эти вопросы сегодня начинают задавать жители, значит действительно есть движение вперед. И какие-то наиболее проблемы, которые людей волновали еще три года назад, они эти проблемы начинают решаться и уходят на второй план. Что касается досуга, действительно вопрос, он не праздный. И здесь совместная работа с нашим Министерством культуры Тульской области и с Министерством культуры Российской Федерации. Есть несколько программ, в которых мы принимаем участие. Но действительно, о чем мы говорим? Прежде всего, это программа восстановления наших домов культуры. И в этом году более 10 домов культуры в целом по области будут восстановлены и приведены в порядок, которые начнут свою работу. Мы начали восстанавливать сельские кинотеатры. И таких кинотеатров в прошлом году было выведено два. В этом году мы планируем ввести еще 5 3D кинотеатров. Вроде бы немного, но поверьте мне, что иногда нужно с чего-то начинать. И вот это начало, оно очень важно, чтобы оно прижилось и вышло на окупаемость. Потому что любой досуг, он должен приносить деньги, которые необходимы для того, чтобы обслуживать то предприятие досуга, которое оказывает эти услуги. Поэтому уверен, что здесь мы вместе с вами можем эти вопросы решать. Ну и если говорить о Щекинском районе, я вчера встречался с жителями Щекинского района в поселке Первомайский. И вот в Щекино у нас идет сейчас ремонт дома культуры. Поэтому программа «Народный бюджет» действует. Если нужно какие-то из объектов включать, вы не стесняйтесь, берите на себя инициативу. До 3 миллионов рублей – это тот размер программы, который может быть выделен на один конкретный объект. Поэтому берите инициативу поактивнее в свои руки. Напоминаю, на прямой связи со студией был Щекинский район, работники сельхозпредприятия «Лазаревская». Благодарим наших коллег из «Лазаревского». Я предлагаю опять обратиться к залу. Пожалуйста, ваши вопросы. Андрей Анатольевич Самошин, вот вижу, он у нас давно руководит сельским предприятием. И действительно является одним из лидеров по производству картофеля. Андрей Анатольевич, пожалуйста. Владимир Сергеевич, увлеки стали уже привыкать к тому, что в правительстве области вы ставите амбициозные задачи и в промышленности, и в сельском хозяйстве. И у меня вот такой вопрос. Область в ближайшие годы должна, по вашему плану, намолачивать более 2 миллионов тонн зерна. Такая цифра и в лучшие советские годы не всегда достигалась. Но тогда использовался каждый клочок плодородной земли. На сегодня огромное количество земель не обрабатывается. Хотя есть собственники, и эти люди просто, на мой взгляд, нарушают закон, не позволяя области активно идти вперед в этом вопросе. Какие меры планируются и планируются ли для того, чтобы эту проблему решить? Спасибо. Да, спасибо, Андрей Анатольевич. Этот вопрос, который мы вместе с вами уже занимаемся не первый год, и действительно к нему долгое время не подходили. Ну, по целому ряду причин. И, в принципе, действительно, Тульская область в хорошие времена, то есть в советские времена, намолачивала 2 миллиона 200 тысяч тонн зерновых. И это тот уровень, в принципе, который мы можем иметь ежегодно. И, честно, хочу сказать, что можно работать и больше, потому что у нас есть отдельные сельхозпроизводители, где собирают, молотят до 70 центнеров с гектара, причём не на самых лучших землях. И, в общем-то, уверен, что опыт как раз вот новых технологий, он позволяет иметь достаточно хороший урожай. В целом, по области мы собираем почти 30 центнеров с гектара, это 29, если быть более точным, 29,8. Но помните, да, три основных аспекта по возвращению земель в сельхозназначение в сельхозоборот. Первое – это невостребованные паи. К сожалению, это вот ещё вопросы приватизации 1992 года, когда люди не обратились за своими паями. И таких паёв у нас сегодня более 100 тысяч гектаров. Эта работа очень активно ведётся муниципальными образованиями. Мы им помогаем формировать земельные участки, межевать. Помогаем им не только административно, но и оказываем финансовую помощь, потому что это тоже расходы, деньги. Второе направление – это работа с нераспределёнными землями. И тоже мы очень активно эту работу вводим, эти земельные участки, в оборот. То есть если по этим двум направлениям у нас есть чёткий план-график, и в прошлом году мы смогли вернуть в сельхозоборот почти 20 тысяч гектаров земли, есть ещё третья категория пользователей, собственников, арендаторов земельных участков, которые, к сожалению, ведут себя не очень, ну скажем так, не очень по-хозяйски. Это те люди, которые имеют землю, но её не обрабатывают. Вот одна из компаний, компания «Сахо Агро» на территории Тульской области имеет таких земель почти 70 тысяч гектаров. Мы начали процедуру изъятия. В прошлом году около полутора тысяч гектаров изъяли в Дубинском районе. Эта работа в этом году будет продолжена. У нас нет желания у кого-то что-то забрать. У нас есть желание подтолкнуть собственников и арендаторов земли к тому, чтобы земля возвращалась в сельхозназначение. Нам нужны рабочие места. Нам нужны дополнительные объёмы сельхозпроизводства. Ну и здесь невозможно не сказать о том, что… Вы сами видите, как складывается внешняя конъюнтура, она очень непростая. Я имею в виду те санкции, которые в отношении России вводят западные страны. И хочу сказать, что это коснулось в том числе и Тульской области, потому что вы знаете, что в отношении КБП введены санкции. Ну, могу сказать, что лучше, чем сказал президент, наверное, не скажешь. Всё это вернётся им бумерангом. И санкции, они всегда имеют две стороны. И, к сожалению, американские коллеги, они загоняют отношения, российско-американские отношения в тупик. Уверен, что мы будем принимать соответствующие решения, и соответствующие решения последуют незамедлительно. Поэтому для нас вопрос развития собственного производства, включая сельское хозяйство, это вопрос непраздный, и это вопрос нашей национальной безопасности. Ну, я ещё раз напоминаю, что свой вопрос губернатору можно задать и в режиме реального времени. Пришло время принять первый телефон и звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Владимир Сергеевич. Звоню вам из Суворова. Я жительница этого города, Наталья Захботкина. Хочу поблагодарить вас за детские площадки. Действительно, во дворах нашим детям этого не хватает. А вот каковы перспективы этого проекта? Где, когда, сколько детских площадок будет ещё установлено? Спасибо. К сожалению, не представились, да, я не знаю, как отвечать. Да, спасибо. Действительно, программа «Мой любимый дворик» – это программа, которая реализуется на мои личные средства, и она реализуется уже третий год. Программу этого года мы уже завершили. Всего установлено 342 небольших игровых комплекса и 5 новых комплексов типа «Кремль». Мы которые установили, устанавливаем в местах массового скопления людей, там, где у нас много детишек приходит, Новомосковский, например, в детском парке. И в этом году таких небольших комплексов мы установили 102. Эта программа, она будет продолжаться и дальше, она действует, и уже заявки на следующий год вы можете подать, посетив сайт правительства Тульской области, там все условия есть, как принять участие в этой программе. Ну, основное условие, оно одно – это чистота и порядок в собственном дворе. Когда будет чистота и порядок в собственном дворе, я с удовольствием этот двор поддержу, и там мы установим детский игровой комплекс для того, чтобы было какое-то завершение того порядка, того благоустройства, которое вы сделали. Спасибо за вопрос. Владимир Сергеевич, несколько дней мы продолжали принимать вопросы вам в Твиттере по СМС на короткий номер. И вот у вас спрашивают, как вы понимаете выражение «честь имею» и что для вас значит присяга Родине? Я человек, который давал присягу и служил, и продолжаю служить своей Родине. Я прослужил в вооруженных силах более 10 лет, вот уже 13-й год служу на общественной Неве. И, вы знаете, я присягу давал Родине, ей же продолжаю служить. Как офицер, как человек, как гражданин. А с нами на прямую связь готовы выйти площадь Ленина, Тула. Здравствуй, Евгения. Мы видим, что около тебя собралось очень много народу. Действительно, люди стоят под зонтиками. Вам, наверное, жарко. Вам слово, Евгения. Добрый день, коллеги. Добрый день, Владимир Сергеевич. Вы знаете, именно добрый, жаркий день, потому что у нас тут реально плавится асфальт. В тени 36 на солнце мы даже не подсчитываем сколько. Но я думаю, что сегодня вопросы будут жаркие. Ну а почему выбрана площадь Ленина? Ну не случайно, конечно, такое исторически современное место. Так вот, два понятия в одно, потому что сзади нас вы видите купола, сзади нас вы видите историческое место Тульский Кремль, слева от меня современное здание ЗАГСа Тульского, который недавно открылся. И вот мы вместе с почетным гражданином Тульской области, Сергеем Алексеевичем Харитоном, пообщались с туликами, которые пришли сегодня сюда на площадь, чтобы задать свои вопросы. Ну и сделали, конечно, вывод, который, в принципе, делаем каждый раз, когда выезжаем на репортажи, что туликам не безразлично благоустройство, судьба областного центра. Вот один из вопросов от Татьяны Савченко, она окрена тулячка, инженер, и, наверное, сейчас с такой же точностью инженерской задаст и вопрос. Пожалуйста, Татьяна. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Мой вопрос следующий. О том, что вы, как обещали, сделаете благополучным наш Тульский Кремль и создадите условия для отдыха туляков, мало кто верил. Но спасибо вам большое, что вы сдержали слово и выполнили это. А что касается у нас набережной реки, хотелось бы знать. Там постоянно то начинаются, то заканчиваются какие-то работы, грязь, машины ездят. Как планируется этот вопрос решать? Спасибо. Уважаемая Татьяна, да, действительно, мы работы по завершению благоустройства Кремлевского сада и Кремля в этом году завершим полностью. Я хотел тоже поблагодарить министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского за ту поддержку, которую он оказал по восстановлению и реконструкции башен, стен Кремля. Уже вы знаете, что сегодня можно проводить экскурсии по стенам Кремля, и очень много сегодня посетителей эти экскурсии проводят. Что касается в целом, Тула ведь не только столица Тульской области. Формально это еще пока не определено, хотя коллеги-депутаты уже такой законопроект в первом чтении приняли. Но у Тула есть и свое сердце, то, с чего начинался город. Это Тульский Кремль. Кремль, который никогда не был захвачен захватчиками. Это место, которое тулики любят. И мы посоветовались с нашей культурной общественностью, с нашими представителями прессы. И когда посмотрели, что Кремль посещает всего 50-55 тысяч человек в год. Очень небольшой объем. И, конечно, благоустройство Кремлевского сада, благоустройство Кремля, это, мне кажется, одна из важных задач не только для создания места отдыха для туликов, но и для привлечения дополнительных туристов. Уверен, что после завершения всех работ мы сможем увеличить поток туристов только в Тульский Кремль до полумиллиона человек. Но Кремль исторически так сложился, что, вы знаете, сто лет назад была построена первая электростанция на территории Кремля. Чуть позже была построена электростанция, которая обеспечивала электричеством, соответственно, трамваи и потом троллейбусы. Сегодня эти два здания переданы в собственность туликов, в собственность областной, в областную собственность. И сегодня проходит реконструкция этих зданий. Там будут размещены экспозиции наших всех брендов, которые у нас есть, и самовары, и пряника. То есть действительно мы сможем там выставить полностью все, что необходимо для наших жителей и для гостей города. Кроме этого были воссозданы торговые ряды, которые мы тоже планируем уже до дню города этого года полностью начать использовать, ну и начать рекламировать наши бренды. Это и тульский пряник, и белевская пастила, и филимоновская игрушка. В общем, все то, чем богата тульская земля. Но на этом не заканчивается. К башне водяных ворот, к стенам Кремля с этой стороны полностью подошел, исторически так сложилось, тульский оружейный завод. Там установлен периметр. И, соответственно, бывшая набережная Упы, она не используется туликами, потому что это закрытая территория. Мы договорились с заводом, что завод полностью демонтировал все временные строения. Сейчас идут работы по выстраиванию нового периметра тульского оружейного завода, и мы надеемся, что в ближайшее время набережная будет доступна для туликов. Но это набережная со стороны Упы. У нас еще остается набережная, которая идет от Пролетарского моста. И сегодня город начал заниматься этой набережной, там идут работы. Пока это первый этап, благоустроительные работы. То есть там будут размещены пешеходные дорожки, будут размещены велосипедные дорожки, дорожки для катания на роликах, соответственно, лавочки, скамейки. И уже у нас Николай Юрьевич Воробьев здесь присутствует, он со своими коллегами планирует высадить Каштановую аллею. То есть эта территория, она будет уже в ближайшее время благоустроена. Мы тоже надеемся, что вот с Виктором Александровичем Трифоновым они этой работы завершат до дня города, и уже тулики смогут пользоваться этим куском набережной уже в этом году. Но предстоит и дальнейшая работа, это работа по набережной до Сахарного завода, то есть та территория, где сегодня расположено новое здание музея, нового музея оружия. Соответственно, вот эта работа, она будет продолжаться. Я очень надеюсь, что в ближайшие два года мы все-таки сможем сделать так, чтобы у туликов появилась и своя набережная, где тулики смогут проводить время. И на что еще хотел, конечно, обратить очень важный момент, это, конечно, работа по руслу реки, потому что, ну, видите, что русло, так сказать, оно заелено, и вот этой работой мы будем заниматься уже в следующем году. Но, поверьте мне, к дню города в 16-м году мы будем иметь полноценную набережную, которую смогут пользоваться тулики. И у Тулы, наконец, появится своя набережная. Евгения, мы ждем от вас второй вопрос. Да-да-да, в продолжении культурно-исторической темы у нас еще есть вопрос от историка Лидия Долгополова. Вот пришла сегодня со своим вопросом, кстати, тоже наболевшим достаточно для тех, кто проживает в центре Тулы, да и вообще для всех туликов. Добрый день, Владимир Сергеевич, у меня вот такого плана вопрос. Вот сейчас мы здесь находимся в самом центре города. Здесь так стало красиво, нарядно, но недалеко проходит в правой стороне улица Металлургов. Это металлистов. Здесь настолько ветхое жилье, исторические памятники там существуют, но там хоть и есть исторические памятники. А если взять район вокруг храма Всехсвятского, то там одни покосившиеся ветхие домики. А город Тула в ближайшее время будет столицей всего региона. И очень бы хотелось бы, чтобы тулики жили красиво в современном городе. Как вообще предполагается, какие планы в ближайшее время будут осуществлены по борьбе с ветхим жильем? Спасибо за вопрос. Да, действительно, это очень насущный вопрос. И реконструкция улицы Металлистов – это как раз тот вопрос, который входит в решение вопросов и по созданию, ну, скажем, по восстановлению набережных и, соответственно, вовлечения их в нормальный оборот. Такой обычный человеческий оборот. Что касается улицы Металлистов, ну, нам здесь и повезло, и не повезло. С одной стороны, повезло, что до нашего времени эта улица сохранилась в его первоначальном виде, а с другой стороны, не очень повезло то, что, так сказать, к этим домам давно никто не подходил. Мы договорились с Министерством культуры России, то, что они нам помогают, и уже на дома 8, 10 и 12 выделены первые средства. Мы очень надеемся, что мы сможем защитить наш проект, наш региональный проект, и в этих зданиях разместить Поленовское подворье. Очень важно, чтобы эти здания не стали просто офисами или административными зданиями, а всё-таки были местами, куда могли бы прийти тулики, и могли бы просто посмотреть, как эти здания создавались и как они использовались раньше. Поэтому мы с нашим музеем-заповедником Поленово ведём активную работу, и хочу сказать, что Наталья Николаевна Гарамолина здесь присутствует, она у нас член общественной палаты Российской Федерации, представляющая Тульскую область. Мы очень плотно занимаемся этой работой, что называется, чуть ли не в ежедневном режиме, но, конечно, сами знаете, денег всегда не хватает, поэтому будем надеяться, что мы сможем, и наших административных возможностей хватит для того, чтобы этот проект завершить. Мы надеемся, в ближайшие пять лет проект по восстановлению улицы Металистов и возможному её вовлечению в туристическую зону центра города, туристическую зону Кремля привлечь. Ну а мы поблагодарим наших коллег, которые работали на площади Ленина. Спасибо коллегам с жаркой площади Ленина. Ну а тем временем в наш колл-центр есть ещё звонок, мы готовы его принять. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, я могу уже задавать вопрос? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор, и у меня такой очень необычный вопрос. Владимир Сергеевич, ну ни для кого не секрет, что вы входите в список самых богатых губернаторов, вы встречаетесь в списке Forbes в том числе, и у меня такой вопрос, ну довольно простой. А откуда деньги и почему доход ваш увеличивает? Спасибо большое. Да, как раньше говорили, что Туликов испортил квартирный вопрос, да. Да, открытость, она подразумевает и подотчётность должностных лиц перед жителями, перед гражданами. Да, действительно, я человек обеспеченный, средства, которые заработал я и моя семья, они относятся к компании «Седьмой континент», которая была создана в 1994 году. И, соответственно, мы продали акции этой компании в 2007 году. Соответственно, те деньги, которые получили, размещаем на счетах, на депозитных счетах российских банков. И вот те проценты, которые банки мне платят, это и есть основной доход, который я ежегодно указываю в своей декларации. Он, к сожалению, с каждым годом не увеличивается, всё только уменьшается. Это тоже естественно, потому что депозиты, банки платят всё меньше процентов по депозитам. Ну, а часть этих денег мы направляем на благотворительные средства. Примерно 25-30% тех средств, которые зарабатываю я и члены моей семьи, мы направляем на благотворительные средства. Это вот те программы, которые мы реализуем в Туле. Это программы детских площадок, программы по строительству воркаутов, приобретение квартир многодетным и многодетным семьям. Ну, мне кажется, знаете, всегда на Руси помогали друг другу, и сильный должен помогать слабому. Поэтому следите за, что называется, за декларацией своего губернатора. Это правильно. Владимир Сергеевич, предлагаем принять вопросы зала. Да, давайте, может быть, Надежда Александровна, пожалуйста. Надежда Александровна, мне кажется, представлять не нужно, хотя я напомню, она у нас мастер спорта, и сегодня директор юношеской спортивной школы «Металлург». И, Надежда Александровна, пожалуйста, вам вопросы. Уважаемый Владимир Сергеевич, передача, чем перейти к вопросу, мне хотелось от ветеранов спорта, от работников спорта поблагодарить вас за поддержку развития спорта в регионе, за строительство новых и открытие, строительство новых объектов и восстановление старых объектов. Мой вопрос касается королев спорта, легкой атлетики. Легкая атлетика – это основная база ОФП для многих видов спорта. Насчитывает 48 олимпийских дисциплин. Масштабы нашей страны, наши достижения легкой атлетики, тульских спортсменов очень огромные. Было подготовлено 5 заслуженных мастеров спорта. 15 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта Советского Союза и России. Среди них есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, олимпийские игры. Есть спортивный результат. Это массовый вид спорта, но нет места занятия, легкой атлетического манежа. Скажите, планируется ли строительство легкой атлетического манежа с секторами для прыжков и с секторами для толкания? Надежда Станин, спасибо за вопрос. Он действительно для нас вопрос, один из таких важных вопросов. Вообще, конечно, не только тема легкой атлетического манежа, а вообще развития спорта. Мы по многим позициям, область была недофинансирована по строительству новых спортивных объектов. Активно занимаемся этой работой. Не просто всё получается, скажу честно, потому что и навыки утрачены, и строительных компаний, которые могли бы действительно качественно в срок выполнять вот эту работу, немного, немного. Но и объёмы достаточно большие. Мы уже три физкультурно-оздоровительных комплекса ввели в эксплуатацию в предыдущие годы. Мы построили два бассейна. В ближайшее время мы ведём ещё два больших физкультурно-оздоровительных комплекса, так называемые двойки. То есть это бассейны и универсальные залы, ещё помещения для занятия дополнительными видами спорта. Ну, скажем, это может быть борьба, либо какие-то занятия художественной гимнастикой. Это три крупных комплекса, два из которых нам помогает создавать компания «Газпром». Один из них будет введён в конце года уже в Туле. Это бывший посёлок Ленинский, который сегодня уже является фактически частью муниципального образования Тула. Он будет введён в декабре. Второй будет введён в Щёкино. Вот я вчера при посещении Щёкинского района заезжал, посмотрел, все работы ведутся. Комплекс действительно очень хороший. И третий подобный комплекс будет введён у нас в Венёне. Кроме этого, мы строим ещё четыре комплекса и вообще планируем заложить ещё пять. Дело недешёвое, скажу честно. В том числе мы запланировали один легкоатлетический манеж. Но мы тоже, как мы определяли места размещения, там, где у нас большая концентрация жителей, но при этом вообще нет спортивных объектов. Вы знаете, у нас в Новомосковске есть школа Олимпийского резерва. Мы запланировали строительство легкоатлетического манежа там. Пока для Тулы приоритет, который нам необходимо решить, строительство большого, во-первых, ледового дворца с количеством зрительных мест до пяти тысяч. И мы занимаемся решением этого вопроса с компанией «Газпром». Но, наверное, ещё очень важный момент – это строительство нового велодрома и трассы БМХ. Это то, чем Тула тоже славилась исторически. Вы сами прекрасно знаете, что это то, что нужно поддерживать. Поэтому по возможностям мы будем обязательно иметь в виду этот вопрос. И если такая возможность у нас будет появляться, обязательно тоже предусмотрим строительство нового легкоатлетического манежа. Конечно, он у нас есть, но он, во-первых, не в нашей собственности, он в частной собственности. Да, мы должны его арендовать всё время. И самое главное, что он всё-таки уже ветхий, такой старенький. И, ну, прослужит ещё, может быть, лет 10-12. А дальше проблемы всё равно, это надо решать. Поэтому готовь с Аней летом, надо заниматься уже сейчас. Спасибо за то, что напомнили об этом. Тем временем мы продолжаем принимать звонки на связи нашей студии в Коу-центре. Сергей, какие темы волнуют Туляков? Да, коллеги, действительно, звонки продолжают активно поступать. И тема многих из них повторяется. Мы группируем звонки по тематикам. И вот одна из проблем, которая волнует большое количество Туляков, в частности Алла Ивановна, Галина, Виктор Николаевич и ещё большой список наших абонентов поднимают эту проблему. Владимир Сергеевич, знаете ли вы о ситуации с отключением газа в жилых квартирах по причине неисправных дымоходов? Таких квартир в Туле более 1200. И их жители в течение трёх месяцев остаются без газоснабжения и пока не видят выхода из сложившейся ситуации. Как вы можете прокомментировать вот эту проблему? Да, действительно, проблема есть. Она проблема непростая, потому что вопросы использования газа, они во многом связаны с безопасностью жителей. И благодаря организованной работе Тульского облгаза нам за последние два года у нас практически было несколько аварий, но серьёзных аварий нам удалось избежать. У нас в студии Николай Юрьевич Воробьёв, руководитель нашей Тульской областной газовой компании, он же секретарь партии «Единая Россия». Николай Юрьевич, я попрошу вас, посмотрите, пожалуйста, внимательно, возьмите как наказ избирателей. Спасибо. Владимир Сергеевич, наши выездные студии развернуты в пяти районах области и сейчас на связь с нами готов выйти Новомосковск. Там на базе городской больницы открылось первичное сосудистое отделение. Ждём включения из Новомосковска. Здравствуйте, Надежда. Мы видим, что вокруг тебя собралось много медиков. С какими вопросами они пришли? Коллеги, добрый день. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Мы находимся в кардиососудистом центре Новомосковской городской больницы. Рядом со мной стоит сейчас Александр Рэм, это депутат Тульской областной думы. Он же является координатором проекта «Народный контроль против продажи нелегальной алкогольной продукции», что также влияет на здоровье туликов. И, конечно же, врачи Новомосковской городской больницы. Надо сказать, что сфера здравоохранения одна из важных составляющих жизни региона. И говоря о проблемах здравоохранения, кардиососудистый центр нами выбран не случайно, так как больше всего на данный момент жители Тульской области сейчас чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И на данный момент на эти заболевания приходится примерно половина всех смертей. Но благодаря тому, что в регионе открываются современные сердечно-сосудистые центры, в которых оказываются бесплатные высокотехнологичные операции, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уже на протяжении трех лет снижается. И в этом году по темпам снижения этого показателя Тульская область находится на 13-м месте среди 87 субъектов России. Но у врачей все равно остаются вопросы. И сегодня рядом со мной Марина Нечаева, это врач-кардиолог. Здравствуйте. Скажите, какой ваш вопрос, губернатор? Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Мы находимся в первичном сосудистом отделении, которое на базе нашей больницы работает уже более года. И мы видим уже изменения в статистике смертности. На 20% снизилась летальность от сердечных болезней. Скажите, пожалуйста, планируется ли еще открытие, создание подобных отделений или центров в нашем Тульском регионе? Важный вопрос касается, наверное, каждой семьи. У нас почти 35% жителей области – это же люди пенсионного возраста. И действительно, вопрос качества здравоохранения и вопрос именно оказания качественных услуг, даже, наверное, назовем это не услуг, а действительно качественной помощи врача – это вопрос непраздно. Хочу сказать, что такие центры созданы. Их создано у нас несколько. Они созданы на базе нашей областной больницы. Вот, Александр Федорович Симонов здесь, главный врач областной больницы, вместе со мной в студии. У нас такой же центр создан в Туле на базе бывшей 13-й больницы. Он создан на московский. Мы, создавая эти центры, два года назад начиналась эта программа, мы понимали, что смертность от болезней кровоснабжения, а не сердечно-сосудистых заболеваний, высока. Она была выше, чем в среднем по России, и мы занимали последние места в целом среди регионов России. Результаты неплохие. Действительно, есть динамика. Динамика хорошая. На 20% снизилась смертность от такого вида заболеваний. Но нам нужно двигаться и дальше. Пока у нас есть несколько таких центров, и мы готовы будем создавать дополнительные центры, если сможем привлечь врачей. Потому что сами стены и оборудование без врачей, они не работают. Не летает эта история. Она летит только тогда, когда есть за штурвалом пилот. Вот тогда эта история летит. А в нашем случае это врач. Следующее направление, которым мы занимаемся, это вопрос онкологии. И вообще-то, вот вы правильно заметили, очень важное замечание сделали, то, что вся помощь у нас должна оказываться бесплатно. Я тоже вот пользуюсь случаем, хотел всех туляков попросить. В том случае, если вам кто-то навязывает платные медицинские услуги, пожалуйста, сообщайте мне. У нас есть телефон, который работает в круглосуточном режиме, это телефон бесплатный звонок. Платные услуги в наших учреждениях здравоохранения есть. Но врач всегда должен предупредить, что эта услуга может быть оказана как за плату, так и бесплатно. И объяснить разницу. В чем разница между платной и бесплатной услугой. Но есть услуги, которые мы не оказываем на территории Тульской области. У нас на территории области нет высокотехнологичных медицинских центров, их всего по России, по-моему, создано 10. Но такого рода заболевания мы имеем квоту, и всех наших жителей мы такими квотами можем обеспечить. Еще раз подчеркиваю, оказание такой помощи осуществляется бесплатно. Приведу еще один пример. Например, недавно в одном из печатных изданий упоминалась ситуация, когда у одного из наших жителей, у мальчиков, было выявлено новое заболевание. И лечение заболевания недешевое. Одна ампула стоит 130 тысяч рублей. И таких ампул нужно в год не менее 12. То есть минимальный объем не менее 12. Мы подобного рода помощь обязательно оказываем. Есть случаи, когда у нас наши жители, которые лечатся от орфанных заболеваний, получают индивидуальную помощь. Вот один из таких больных получает помощь из бюджета Тульской области в размере 17 миллионов рублей в год. И вся эта помощь, несмотря на то, что она стоит очень недешево, вся эта помощь оказывается. Поэтому я тоже просил бы и, конечно, работников здравоохранения, наших врачей, пожалуйста, будьте внимательны с жителями. Объясняйте и помните, наше с вами задание – это жизнь и сбережение нашей области. Мы, к сожалению, пока продолжаем терять жителей. Мы пока, смертность все равно пока, к сожалению, выше, чем рождаемость. И это беспокоит не только меня, как руководителя региона, это беспокоит каждого из наших жителей. Надежда, ну а мы готовы принять второй звонок из Новомосковска. Точнее, второй вопрос. Да, спасибо. У нас есть еще один вопрос от Ольги Пустотиной. Она проработала врачом уже более 35 лет. Здравствуйте. Какой ваш вопрос к губинатору? Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Уже много лет говорится о том, что... Многие говорят о том, что не хватает врачей. И я по своему опыту, по своей нагрузке вижу и понимаю, что врачей не хватает. Особенно не хватает врачей молодых. Конечно, мы готовы еще работать, мы будем еще работать. Но у меня к вам, Владимир Сергеевич, вопрос. Откуда надо дать смены? Кто придет нам на смену? Спасибо. Смену будем растить. Нет, сначала рожать, потом растить и еще и учить. Поэтому, вы знаете, глаза боятся, руки делают. И уверен, что вот ту программу, которую мы... Кадровую программу, которую мы начали два года назад, это программа, которая сегодня позволяет нам привлекать врачей. Уже неплохие результаты за прошлый год. 152 новых врача, которые к нам приехали в область и вернулись после получения образования в область. И на сегодняшний день почти 500 ребятишек у нас получают медицинское образование в нашем университете и в высших учебных заведениях страны. Мы увеличили квоту для тульских ребят, которые хотят получить профессию врача в федеральных университетах. И что самое важное, мы начали в этом году покупать служебное жилье для врачей. Мы нашли деньги и начали покупать жилье. Потому что основной вопрос, вместе с выполнением указа президента о повышении заработной платы по бюджетным учреждениям, это вопрос жилья. Будет жилье, будут и врачи. Мы эту работу начали. Поэтому обязательно, это непростая задача, но мы обязательно эту непростую задачу решим. Ну а мы благодарим Надежду за прямое включение из Новомосковска. Спасибо. Я Ольгу Сергеевну Зайцеву здесь вижу у нас в зале. Ольга Сергеевна у нас заведует отделением в нашем тульском родильном доме. Первый, да, по-моему, родильный дом. Можно микрофон, Ольга Сергеевна? Я думаю, что, наверное, есть что спросить у врачей здесь, в студии. Потому что это хорошо, что у нас было прямое включение. Но думаю, что будет здорово, если... Добрый день, Владимир Сергеевич. Значит, я как доктор, работающий в родильном доме, с уверенностью могу сказать, что женщины в нашей области стали рожать охотнее. Все чаще к нам приходят за вторым, за третьим ребенком. Но проблемы есть. Ольга Сергеевна, я надеюсь, что это не со мной связано. Правда? Проблемы есть. Вот, например, перинатальный центр уже месяц на ремонте. Первый родильный дом работает с колоссальной нагрузкой. В августе ситуация поменяется. Каждое лето мы работаем в авральном режиме. А современные женщины хотят не только получить медицинскую помощь, но и рожать с комфортом. Некоторые присутствие мужа. Поэтому у меня такой вопрос. Когда турячки получат такую возможность? Планируется ли строительство еще одного перинатального центра в городе Туле? Спасибо. Да, Ольга Сергеевна, спасибо за вопрос. Действительно, я был у вас в вашем родильном доме. В общем, он тоже приспособлен, здание старое, приспособлено. Оно в очень хорошем состоянии, но оно, конечно, имеет свои недочеты. Вот то, что у нас нет сегодня семейных палат, где бы могли размешаться и роженица, и, соответственно, папочка ребенка, это проблема и есть. Давно мы занимаемся, честно скажу, мы давно вместе с коллегами из Тульской областной дома занимаемся вопросом размещения у нас нового здания перинатального центра. Недешевое удовольствие. Почти 2 миллиарда рублей стоит. Почти 2 миллиарда. И действительно, это перинатальный центр на 120 коечек, но он все равно нам нужен. У нас за последние 3 года существенно выросло количество новых туляков. Детишки появляются. И уверен, что будут появляться и дальше. Потому что те программы поддержки, которые есть на нашем региональном уровне, эти программы, они в том числе дают определенные результаты. Ну и что самое важное, меняется настроение у людей. А когда есть настроение, то и дети появляются. Значит, до чего мы договорились? Мы подготовили и выбрали место для размещения нового перинатального центра. Полностью его отмежевали, решили вопрос с коммуникациями полностью. Это в том числе было связано с обеспечением энергообеспечения, в том числе Тульской областной больницы, детской областной больницы. То есть мы, готовя это место, расширили в том числе все технические проблемы для обеспечения наших двух основных учреждений здравоохранения области. Это Тульская областная и детская областная больницы. Мы сегодня разместили и заключили контракт на изготовление проектно-смертной документации. Будем очень надеяться, что в проекте бюджета на следующий год, федерального бюджета, потому что если мы сможем войти в эту программу, то мы сможем строить 50 на 50. То есть примерно миллиард из денег региона и миллиард из денег федерации. Проект у нас будет готов полностью в этом году. Ну а дальше будем просить депутатов Тульской областной думы 6-го САЗЭО, чтобы они помогали мне вместе с коллегами из Государственной думы отстаивать эту для нас очень важную позицию. Я очень надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос. Очень на это надеюсь. Владимир Сергеевич, хотелось бы поменять вопрос от медицины, перейти к туризму. Мы говорим о том, что в Тульской области надо развивать туризм. Возьмем, например, Белев. Там есть уникальный бренд – пастила. Причем по такой технологии из яблок пастилу изготавливают только в Белеве, Тульской области, Коломна – это Подмосковье. Но в Коломну туристы приезжают практически каждый день. Там открыт потрясающий музей. Там есть фабрика, которая стилизована под XIX век. Люди проходят по этой фабрике, смотрят, как изготавливали эту пастилу. И что мы видим в Белеве? Нашу уникальную белевскую пастилу продают около рынка бабушки. Пастила завернуты вот в эти бумажные пакетики. Вот как это может привлечь туристов? Да, действительно, думаю, что это не очень привлекательно, с одной стороны. Но, в общем-то, я хочу поблагодарить те предприятия, которые в тяжелые, лихие времена смогли этот бренд сохранить. И я вот когда говорил о начале использования торговых рядов в Кремле, одно из направлений, которое мы хотим сделать, это сделать мини-производство нашей белевской пастилы здесь, на территории Тульского Кремля. Для того, чтобы люди тоже могли видеть, как это делается. И, соответственно, я, кстати, посмотрел, сколько в Коломне. В Коломне небольшой кусочек пастилы стоит там 200 или 250 рублей. 300 рублей. А, 300 рублей. Ну, вот видите, да, даже ошибся. То есть, в принципе, это еще мало того, что это занимательно, для многих это еще и выгодно. Поэтому тоже вот недавно побывал в нашем музее Тульского пряника. Конечно, мы, это частное предприятие, мы обязательно поконкурируем с этим частным предприятием. Когда будет открываться после соответственного благоустройства Тульский Кремль, у нас тоже появится и свое производство Тульского пряника в Кремле тоже. Я очень на это надеюсь, что мы сможем это сделать. Что касается Белева. Действительно, Белев один из старейших городов Тульской области. Он ровесник Москвы, на год младше Тулы. И это город, который в силу многих обстоятельств оказался у нас на задворках. Такой медвежий угол. И мы занимаемся, стараемся Белев сделать привлекательным. Мы полностью восстановили дорогу Тулы-Белев. Она у нас сегодня обеспечивает нормальное скоростное движение. Хотя, если посмотреть, еще 4 года назад участок почти 20 километров дороги Тулы-Белев просто был закрыт. Нужно было объезжать через Чекалин, Суворов, Чекалин и так далее. Это вот было буквально 4 года назад. Мы сегодня строим дорогу к Жабынскому монастырю. Просто напомним, что те же оптинские старцы, они пошли от наших жабынских старцев. И Жабынь старше, чем оптинская кустыня. И мы надеемся, что это тоже придаст дополнительный приток туристов по направлению Суворов, Белев, Адоев. И мы участвовали в конкурсе на присвоение звания воинской славы городу Белеву. Мы не добрали буквально несколько голосов. И вот вчера мой товарищ, герой России, герой Советского Союза Челингаров отстаивал интересы Белева как историческое поселение. Мы заняли 5 место. К сожалению, она не оказалась пока призовым, но у нас есть все шансы принять участие в этой большой программе по реконструкции исторических поселений. Вот до вчерашнего дня Белев даже не был признан таким историческим поселением. Сегодня он является формально, он признан. Это тоже, поверьте мне, огромная работа. Если мы сможем добиться участия в этой программе, то это полноценная реконструкция города, включая сети, дороги, все памятники. То есть это вторая жизнь у города. И у нас, несмотря на это, мы все равно не останавливаемся. И у нас есть наша региональная программа по строительству музея Белевской поселы, по реконструкции. И мы эту работу тоже будем выполнять. Ну, дорогу оселит идущий, поэтому дорога непростая, сложная, но мы будем идти эту дорогу. Радует также, что в этом году в Белеве наконец-то зажгли постоянный вечный огонь. Ну, а тем временем мы готовы принять еще один телефон. И я хотел тоже попросить сказать спасибо Николаю Юрьевичу Воробеву, потому что благодаря его инициативе сегодня восстанавливается сквер. Как раз напротив того сквера, где был установлен новый вечный огонь. В центре Белева. Да, в центре Белева. В конце августа этот сквер будет полностью восстановлен. Я тоже там принимаю участие и приглашаю всех посмотреть уже на обновленный центр Белева. И хочу сказать, что вечный огонь, который был зажжен в Белеве, это та традиция, которая появилась у нас в Тульской области. Помните, в прошлом году мы с вами восстановили первый вечный огонь в России, тогда еще в Советском Союзе, в поселке Первомайский. Он у нас горит, он постоянно обеспечен газом. И у нас все вечные огни, которые есть, они все горят. Нет ни одного потухшего вечного огня. И вечный огонь Белеве – это новый вечный огонь, который, в принципе, были установлены за последние десятилетия в России. Здесь я тоже Николаю Ильичу Воробьеву хотел поблагодарить за то, что он вместе с коллективом компании «Тула Ублгаз» активно принимает участие в этой работе. Итак, мы принимаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Владимир Сергеевич. Представьтесь, пожалуйста. Ирина Васильевна из Тулы. Возможно ли обеспечить пенсионеров бесплатными абонементами в бассейн? Спасибо. Ну вот видите, здорово, какие разные вопросы, да? От благосостояния губернатора до абонементов для пенсионеров в бассейн. Ирина Васильевна, обязательно посмотрим, что мы можем сделать. Мы после эфира с вами свяжемся. Наталья Вячеславовна Николаевна, она у нас занимается этой работой в правительстве Тульской области, она тоже здесь в студии. И у нас все вот коллеги. Хочу сказать, что те бассейны, которые мы смогли построить по программе «Единая Россия», 500 бассейнов для высших учебных заведений, они у нас работают, что называется, практически в круглосуточном режиме. Ну, во-первых, они обеспечивают студентов полностью водой. Все студенты, все занятия по плаванию, которые необходимо проводить в вузах наших, они обеспечены. Второе направление. Почти 30% времени закреплено за нашими социальными группами, за детишками, за малообеспеченными и за, соответственно, пенсионерами. Ну и третье важное направление. Они работают для тех людей, которые могут оплачивать свое занятие спортом. Те, кто вкладывает в себя. И это, кстати, становится новой модой в Туле. Люди все больше и больше начинают вкладывать денег в себя, в свое здоровье, в свое благополучие. Посмотрите, сколько у нас сегодня людей в наших парках тульских, особенно в Центральном парке. Уже даже тесновато, мне кажется, немножко так становится. И уже, так сказать, люди пораньше стараются прийти, чтобы позаниматься на площадке воркаут или на велосипедной дорожке. Посмотрите, сколько людей на пляжах, на прудах. Поэтому это становится действительно модно. И посмотрите, ведь совершенно другой социальный срез людей. Практически нет у нас выпивших. Ну, нет у пьяных. Мало, к сожалению, пока еще курят в парках, хотя по закону у нас это по-новому запрещено, но все равно становится меньше и меньше. И сами вот туляки, которые посещают парки, они делают замечания, и люди как-то на эти вещи реагируют. Ну и вот, конечно, для нас развитие доступной инфраструктуры, которой человек может пользоваться каждый день, для нас это вопрос очень важный. Ну и, конечно, важно, чтобы инфраструктура за счет тех людей, которые может платить за услугу, она окупалась бы. Вот те тульские бассейны, которые построены, они находятся на сегодняшний день на самоокупаемости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!